Хеллоу народ, с вами как с Девинтер и сегодня я хотел бы рассказать о 5 самых лучших симуляторах по моему мнению. Да ребят, всем нравятся разные симуляторы, но сегодня я расскажу именно о 5 лучших симуляторах на моё мнение. О самых интересных проработанных симуляторах, как я считаю. Ну что же ребят, если вам интересна данная тема и вы хотите узнать о симуляторах, в которые вы ещё не играли, либо же играли, но забросили и сейчас они стали намного лучше, то прямо сейчас прожимайте лайкос, подписывайтесь на мой канал, ну а я пошёл вам рассказывать о 5 лучших симуляторах. Итак ребят, на пятом месте у нас аниме файтинг симулятор. Данный симулятор это, можно сказать, плагиат всяких пауэр, супер тренингов, симуляторов, ведь здесь вам тоже нужно качать свою силу, мощь и становиться нереально супер крутым. Но только этот симулятор отличается намного от супер пауэр тренинга, чем вы думаете. Здесь есть разные чемпионы, здесь есть разные пассы, здесь есть очень много всего и самое главное, что здесь связано всё с аниме. То есть если вы любите аниме, это просто для вас рай. Здесь также есть боссы, вот боссы даже из всяких аниме. Также у вас здесь разные скиллы именно из аниме, то есть здесь есть стенды, кагуны, фрукты, квирки, чего здесь только нет. Из любого аниме супер силы всякие, заклинания, есть всё что вам угодно. Эти силы из аниме вы должны будете как-то покупать, получать и что-то такое, но всё же это реально очень крутой симулятор. Здесь нереально крутые, очень классные и в общем-то реально очень проработанные и классные симуляторы. Ребят, если всё ещё в неё не играли, реально всем советую сыграть, вам очень понравится. Особенно если вы любите аниме файтинг симулятор. Если вы любите аниме и ещё вы любите пауэр симуляторы, то этот симулятор именно для вас. Но мы переходим к следующему симулятору. Ну а следующий симулятор, в который вам определённо стоит поиграть, это Бисварм симулятор. Как и мне, это один из реально самых лучших симуляторов, которые есть в Роблоксе. А самое главное, он очень сложный. То есть если вы захотите пройти этот симулятор, вы сможете его пройти не за месяц, не за два, не за три. Вам нужно будет в него играть постоянно и АФКшить, не знаю, там прокачиваться. Реально симулятор очень интересный и называется он Бисварм симулятор. Симулятор пчеловода. Здесь ваша задача вырастить как можно больше пчёл, получить как можно больше разных бафов, ивентовых пчёл. И не только. Покупайте разные новые палки, разные новые бэкпаки, глайдеры, новые локации, секретки, яйца. Чего здесь только нету. Симулятор реально очень крутой. Здесь есть квестер, битвы с разными муравьями. Также здесь есть разные одарённые пчёлы, мутированные пчёлы. Ребят, эта игра реально одна из самых лучших симуляторов, которые есть в Роблоксе. Если вы всё ещё в неё не играли, прямо сейчас зайдите по ссылке в описании, точнее не ссылке, а название введите в поиске. И прямо сейчас поиграйте в этот симулятор. Это серьёзно, ну один из самых лучших симуляторов, которые я вообще видел в Роблоксе. В общем-то да, о битвы с фором симулятором мы поговорили. Обязательно в нём сыграйте, реально очень достойный симулятор. Но мы переходим к следующему топовому симулятору. Следующий, ребят, симулятор это РПГ-симулятор. Это довольно-таки интересный симулятор, где вам нужно развивать ваши скиллы, убивать разных мобов и всё такое. Нужно открывать сундуки, покупать новые мечи, питомцев и не только. Также нужно сражаться с боссами, покупать разные руны, кланы и не только. В общем-то симулятор реально очень прикольный. И заслуживает вашего внимания. Здесь есть разные пэтбоксы, разные зелья, сундуки, ауры. Да чего здесь только нет, серьёзно, симулятор реально очень годный. Здесь, чтобы развиваться, вам нужно ходить на боссов и также убивать обычных монстров. Для этого мы заходим в зону и здесь видим разных грасс-монстров. Мы подходим к этим грасс-монстрам и начинаем их лупить. Собственно, за каждого грасс-монстра мы будем получать монеты. Допустим, вот я сейчас получил за него 15 монет и также повысил свой уровень. Для того, чтобы у нас было больше урона или же мы получали больше монет, нам нужно повышать уровень, убивать других монстров и, собственно, покупать новые мечи, зелья и всё такое. Также здесь есть боссы, на которых также можно будет ходить и за них будут давать намного больше. Вот, допустим, медведи, у которых по 10 хп и мне за них уже будут давать намного больше, чем давали за грасс-монстров. Если только у меня их не закрысят. Следующий классный симулятор это Pet Ranch симулятор. Здесь вам нужно заводить свою собственную ферму питомцев, которые будут давать вам деньги, за которые вы будете покупать дальше питомцев. В общем-то, это можно сказать как симулятор открытия яиц, только здесь вам нужно строить собственную ферму. В общем-то, вот так вот я выбиваю нового питомца, одеваю его и эти питомцы, собственно говоря, фармят за меня деньги. Кстати говоря, суть этого симулятора ещё в том, что вы можете выйти из игры и эти питомцы будут всё равно фармить, пока вас нет в игре. И когда вы зайдёте, то у вас будет сразу куча денег. Также вам нужно апгрейдировать свою ранчо, чтобы вы на вашем ранчо могли держать больше питомцев, чем вы держали раньше. В общем-то, в этом симуляторе вам нужно просто открывать яйца и прокачивать свой ранчо. Симулятор, честно говоря, довольно-таки интересный, и мне лично было в него очень интересно играть, когда я в него только первый раз зашёл. Конечно, я на этом аккаунте не особо прокачиваю, но на прошлом аккаунте я здесь был ультрапрофессионалом. Кстати говоря, здесь вам тоже нужно собирать коллекцию, всякую коллекцию питомцев. Здесь есть легендарные, эпические. Здесь очень много питомцев, очень много интересных штук. Вы можете также делать ребирты. За ребирты вы сможете покупать ещё яйца. Также есть ежедневные награды, собственно говоря. В общем-то, это, можно сказать, тайкона-симулятор, поскольку здесь вам нужно открывать яйца, как в симуляторе, АФК-шить, как в симуляторе, и делать ребирты, как в симуляторе. Но при этом вам, опять-таки, нужно прокачивать ваше ранчо, как в тайконе. Поэтому симулятор довольно-таки достойный, и я бы сказал, что довольно-таки даже интересный. В общем-то, довольно-таки интересный видос у нас сегодня получился. Если вам я был как-то полезен, или же вы нашли симулятор, который вы искали в моём ролике, то, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. На своём канале, как всегда, Винтер, и всем пока-пока, пока, и...